Стратегический ракетный комплекс РС-24. Ярс – это российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования с разделяющейся головной частью. Она разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика Ран Соломонова. Внешне Ярс напоминает знаменитый тополь М, однако от родственника у него только внешность. Внутри современная электроника, но как она выглядит – военная тайна. В 2007 году провели два испытательных запуска новой ракеты, и оба они были успешны. Поставка РС-24 в РВСН началась в 2009 году, а уже в марте 2011 года объявили официально, что Ярсы встали на боевое дежурство. Пусковая установка РС-24 Ярс. Длина – 23 метра. Высота – 5 метров. Масса – 49 тысяч килограмм. Включает в себя три боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн. Дальность действия – до 11-12 тысяч километров. В парадах Победы на Красной площади личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие уже 8 лет подряд. Ракетный комплекс Ярс впервые прошел по брусчатке год назад. По традиции они идут последними – после комплекса ПВО и самоходной артиллерии. Экипаж «Солдаты-контрактники» участвует в параде впервые. Позади два долгих, напряженных месяца тренировок на полигоне Валабина. Военные признаются, самым сложным для них было держать дистанцию. Специализированной колонии, в составе которой три ракетных комплекса Ярс и сопроводительная техника, предстояло пройти 400 километров от подмосковного полигона Алабина до города Тейково Ивановской области. Чувство гордости у меня за свою страну, за нашу державу, что у нас есть такая техника. Смотря на эти пусковые установки Ярс, чувствуется вся сила и мощь русского народа. После возвращения домой Ярсы пройдут профилактику и вновь приступят к несению боевого дежурства. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.